Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! В конце сентября с победой в город вернулись спортсменки отделения художественной гимнастики Дюшикар. В групповом первенстве Саровская команда Серпантин завоевала первое место. Команда конфетив, выступавшая по программе третьего взрослого разряда, получили серебряные медали. И на третьей ступени пьедестала почета оказалась команда Ассорти, выступавшая по программе первого взрослого разряда. Тренируются девчонки у Елены Пугачевой и Екатерины Колгановой. Если название соревнований шиповка юных вам ни о чем не говорит, значит вы давно уже не учитесь в школе. А тем не менее, каждый год команды мальчишек и девчонок собираются вместе и не только выясняют, кто быстрее, выше и сильнее, но и отстаивают через своих учебных заведений. Рекордов, конечно, не ставят, но страсти кипят не жуточные. Им не больше 15, но они уже показывают достойные результаты. Для достижения спортивных высот необходимы регулярные тренировки. На уроках физкультуры школьники отрабатывали упражнения. Каждый из участников соревнований шиповка юных старался принести своей команде как можно больше очков, а также стать лучшим в своей категории. Я хочу сдать нам самые лучшие результаты и у меня это получится. Арина Агафонова в прошлом году на шиповке юных заняла второе место. В этот раз школьница поставила себе цель стать чемпионкой соревнований. Весь турнир Арина шла впереди своих сверстниц, но на дистанции 600 метров буквально перед финишем девушку обыгнала соперница. В итоге Арина вновь стала второй. Мне было очень трудно бежать, не хватало сил. Я когда думала, что я прибываю первой, и когда уже подбегала к старту, получилось так, что я немножко ушла назад, а моя соперница ушла вперед. Забеги на 60, 500, 600 метров, прыжки в длину, метание мячей. Соревнования шиповка юных призваны приобщить школьников к здоровому образу жизни и выявить талантливых юных ребят. В этом году лучшие результаты спортсменов пойдут в зачет нормативов комплекса ГТО. Решили интегрировать ГТО в нашу спартакиаду. Немножко вот этот первый опыт, как пойдет, посмотрим. Всем участникам соревнований вручили памятные дипломы, а победителям турнира – подарочные сертификаты. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 6 октября в Нижнем Новгороде состоялись межрегиональные соревнования по рукопашному бою на Кубок абитуриента ННГУ имени Лобачевского. На татами выходили спортсмены из Нижегородска, Кировской и Владимирских областей, а также республик Чувашия и Мордовия. Саровчане очень достойно выступили и привезли сразу несколько медалей. В весовой категории 65 килограммов в возрасте 16-17 лет третье место занял Александр Сущевский. В весовой категории 55 килограммов в возрасте 16-17 лет серебро завоевал Сергей Глазков. В весовой категории 80 килограммов в возрасте 16-17 лет чемпионом стал Андрей Малыгин. 7 октября в городе Москва проходили соревнования по плаванию среди компаний отрасли ТЭК при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, в которых приняли участие команды Россети, Татнефть, Газпромнефть, Интеррау, Газпромбурение, Минэнерго и Росатом. Плавание вольным стилем на дистанции 50 и 100 метров. Также команда эстафета. За команду Росатома выступали и жители нашего города. В итоге пловцы госкорпорации Росатом завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовых награды. Саровские пловцы принесли в общую копилку 6 медалей. Лариса Головина – 3 золотых, Диана Швайберова – 1 золотую, 2 серебряных. В конце сентября в Пензе состоялись открытые соревнования детской лиги плавания по Волжье. Анастасия Корнишина стала победителем на 6 дистанциях. Завоевала 2 серебряных медали и 1 бронзовую, побив 3 рекорда соревнований. Дейл Судин дважды стал серебряным и дважды бронзовым призером. Гордей Барзанов заработал 2 серебряных медали и 1 бронзовую. Илья Милов завоевал 2 бронзовых медали и 1 серебряную. Балина Мачкаева стала бронзовым призером. София Калюбакина поднялась дважды на вторую ступень педестала, а также выполнила первый спортивный разряд по плаванию. В командном зачете саровская команда заняла 5 место среди 30 команд со всей страны. На этой неделе начинается Кубок города по волейболу. Турнир этот ежегодный, но тем не менее организаторы стараются каждую встречу сделать какой-то особенной. Подробности в репортаже Дарьи Фарагиной. Открытый Кубок города по волейболу проходит каждый год осенью в спортивном зале стадиона Икар. За главный трофей соревнований борются мужские и женские команды. Статус открытого турнир приобрел, потому что уже не первый год желание поучаствовать в Кубке изъявляют команды из Дивеева и Вознесенска. В этом году у нас 6 мужских команд принимает участие, 9 женских. Ну, ввиду того, что ограничено у нас время в зале, приходится играть по настоящей кубковой системе. Из одной игры из пяти партий сразу на вылет. Кубок города по волейболу официально дает старт новому сезону для представителей этого вида спорта. После небольшого перерыва начнется открытый чемпионат города. В соревнованиях под эгидой городской федерации волейбола участвуют школьные команды, студенческие сборные, а также представители различных предприятий города. Сильнейшие спортсмены получают право защищать честь Сарова на выездных турнирах. Готовимся еще к Атамиаде. Волейбол включили в Атамиаду зимнюю. Работников атомной промышленности и энергетики. Вот 21 числа мы поедем на Кубок НИИСа. То есть, в принципе, это выездной кубок областного масштаба. Победитель Кубка города по волейболу определится за месяц. Игры будут проходить каждое воскресенье. За один соревновательный день волейболисты сыграют два матча. Первые встречи в борьбе за кубок пройдут уже 14 октября в спортивном зале стадиона Икар. Начало в 9 часов вечера. Дарится Порыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Саровский виндсерфингист Григорий Старченко принял участие в двух соревнованиях. В гонке Омега-Бэкап в классе Формула в Севастополе. Кстати, в этом году данным состязанием присвоили статус международных. Принять участие смогли только 13 спортсменов. Григорий Старченко занял в этой гонке седьмое место. И вторые соревнования состоялись в станице Должанской. Там прошел чемпионат России по виндсерфингам. Виндсерфингистам пришлось преодолеть марафонскую дистанцию 6 километров вдоль долгой косы. Здесь на старт вышло около 100 человек. Саровскому спортсмену удалось занять 31 место в общем зачете. И 28 среди мужчин. Не просто складывается выезд у команды Хакасаров. 8 октября в матче с Горняком из Учалов наши ребята потерпели сокрушительные поражения. 7-1, таков неутешительный результат встречи. По словам главного тренера команды Игоря Веркина, в начале игры все было хорошо. Первый период сыграли довольно успешно и повели в счете. Но потом у Хакасаров перестала получаться игра, а вот соперники наоборот поднажали. В очередном гостевом поединке хозяева вновь оказались сильнее. 10 октября наши парни сошлись в поединке с Южным Уралом из Орска. Первый период закончился для хозяев площадки неутешительно. 0-1 в пользу Сарова. А вот во втором и третьем наших парней смяли. На 23 минуты Орские хакисты сравняли счет, а уже на 28 вырвались вперед. В третьем периоде хозяева льда укрепили свое лидерство, забротив в наши ворота еще одну шайбу. 3-1 в пользу Южного Урала. Таков итоговый счет игры. 13-14 октября Ледовый дворец открывает двери для всех желающих. Сеанс массового катания пройдет в субботу и воскресенье в 20 часов. В субботу в 14 часов, а в воскресенье в 8.30 утра в Ледовом дворце пройдут хоккейные встречи между ХК «Осаров» 2004-2005 и командой «Челны» из набережных «Челнов». Встречаются команды в рамках первенства ПФО по хоккею среди юношей. В эти же выходные команда «Ракеты» на своем льду принимает ХК «Дизель» из «Пензы». Играть команды будут в рамках первенства привозков федерального округа по хоккею среди юниоров до 18 лет. 13 октября начало в 17 часов, а в воскресенье в 2 часа дня. К домашним матчам с командами из Китая готовится и ХК «Осаров». Уже 20 октября в 17 часов в Ледовом дворце. Наши ребята скрестят клюшки с КРС Уэрджи из Пекина. Не пропустите! В воскресенье 14 октября в спортивном зале стадиона «Икар» начнется Кубок Горда по волейболу. Встречи между командами начнутся в 9 утра. Там же на стадионе «Икар» на центральном футбольном поле 14 октября в воскресенье состоится финальный поединок Кубка Горда по футболу. За главный трофей турнира сразятся чемпион Сарова 2018 года команда «Терем» и прошлогодний чемпион и обладатель Кубка «Авангард». В воскресенье будет захватывающая и зрелищная игра. Начало встречи в 12 часов. В субботу 13 октября всех любителей плавания приглашают в бассейн «Дельфин». Там в 14 часов начнется второй день соревнований «День стаэра». На этом все. Актуальные спортивные новости смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!